Добро пожаловать в возрождение цивилизации! И всё, ребята, всё! Нету больше с нами любимого Бена. Он скончался предыдущей серии и, к сожалению, теперь Майя осталась совсем одна и дети тоже остались без отца. Бен возложил на них большую ответственность возрождения цивилизации. И я вам советую обязательно посмотреть предыдущую серию, потому что там очень много ключевых моментов. Также я там подробно рассказал о русалках и рыболюдях. И Кай спит вместе с Майей. Видимо, он боялся спать в той комнате, хотя эта комната, посмотрите, уже изменилась. Теперь она выглядит вот так. У нас тут двухъярусная кровать. Довольно милая комната, мне кажется, получается. Как там наш Райан? Давайте посмотрим. Я недавно в своём сообществе устраивал голосование по поводу того, стоит ли заводить детей вместе с воображаемыми друзьями. И 80% людей были за. А это означает, что в нашей династии будут разнообразные кланы. И мы будем оживлять воображаемого друга. Теперь это наша цель. Я вам хотел показать ещё кое-что важное. Давайте мы зайдём сейчас в генеалогическое древо, потому что дети Бена уже повзрослели. Кристофер Ньюман Азул и Франсин Ньюман Азул. Они уже стали тоддлерами. Можно понять, что Кристофер унаследовал цвет волос от Бена, а вот Франсин имеет чёрный цвет волос. Когда у Мии красный, а у Бена белый. Какого чёрта вообще? Почему у неё чёрные волосы? Если кто не знал, то в игре присутствуют очень редкие мутации. Будем считать, что она унаследовала чёрный цвет волос от предков Бена. Это довольно правдоподобно, ведь не все предки Бена были альбиносами, правильно? Альбиносами стали именно последние поколения. Бен за всю свою жизнь смог завести 5 детей, хотя там кажется ещё скоро кто-то родится и их будет больше. Возможно мы уже в этой серии узнаем, кто там родится у Мии, потому что она должна уже рожать. И ещё я хочу в этой же серии отпраздновать день рождения Райана, но сначала нужно повысить ему все навыки. Майя себя чувствует ужасно, она очень сильно грустит, разбитое сердце, разбитое сердце лечит слёзы и время. Через 2 дня только всё это пройдёт, настроение просто ниже Плинтуса. Почему Лин не выспалась? Кажется ей мешал всю ночь Райан, возможно он плакал, но теперь она должна выспаться. Кстати, ребята, очень важная деталь, мы должны прямо сейчас удалить школу, потому что дети не могут ходить в школу, так как школы не работают, учителей нету в этом городе, потому что все вымерли. Школа и стадион по части, вот это нам стоит удалить, конечно, вместе со школой мы удаляем ещё и стадион, но что поделать, я ведь не могу это никак закрыть правильно, придётся удалять целое здание. Жаль, что приходится так делать, но по-другому никак. В плане того, что это как-то нереалистично, что здание пропало, но будем считать, что оно просто стоит на месте, но не функционирует. Теперь здесь у нас отображается, что в городе ещё нет школ, и дети будут обучаться только дома. Что бы мне ещё купить детям? Какие навыки они будут развивать? Так у Кая, черты характера, безумный художник и вредина, кстати, он бы мог развивать навык логика, занимаясь на лабораторном столе. Лин, она любит жару, вегетарианка и впечатлительная. Я даже не знаю, чем ей можно заняться, может быть она будет развивать рисование, тоже неплохо. Чем ещё можно заниматься, когда нету ни друзей, ни выживших, никого? Может быть где-то здесь, в подвале, он будет проводить эксперименты рядом с растениями? Давайте вот здесь немножко расширю. Будем считать, что он будет брать отростки растений для своих экспериментов. Я поставлю мольберт куда-нибудь наружу, чтобы Лин могла вдохновляться прекрасными видами Исла Парадиса. Вопрос, что происходит? Почему у меня пропала вся панель? Как мне играть? У меня даже бюджет пропал! Опять эти баги Sims 3. Ребята, я даже не могу зайти в режим жизни! Что происходит, Сим? Зачем ты сломался прямо сейчас? Блин, ребята, мне придётся перезапускать игру. Вот такой баг у меня тоже впервые случился. Я столько всего сделал, и мне сейчас придётся закрывать игру. Я же обустроил комнату детям и не сохранился. Я даже не могу зайти в меню настройки, чтобы выйти из игры. Ребята, вы просто обязаны поставить лайк, потому что я всё переиграл и также заново построил комнату детям. Надеюсь, что всё выполнено так же, как и было. Я только добавил сюда ещё мимимишного котика. Мне кажется, он добавляет уюта. И давайте посмотрим, что у нас на третьем этаже. Здесь Лин будет рисовать. Я даже добавил сюда краски. Ну и, конечно, свечка, чтобы она могла рисовать ночью, если у неё будет вдохновение. Давайте мы продолжим говорить о воображаемых друзьях, потому что нам сейчас нужно определиться с тем, какого пола будет воображаемый друг. Это будет женщина или мужчина. Когда мы оживим воображаемого друга, то ведь не важно, чтобы именно хозяин завёл детей с этим воображаемым другом. Это может быть кто угодно. Так как у нас два мальчика, то я больше склоняюсь к тому, что придётся сделать нашего Нафаню девочкой. Дать женское имя. И давайте подумаем, как её назвать. Я дам ей имя Белла. Мне оно очень нравится и подходит, наверное, воображаемому другу. Замечательно! Теперь у нас есть воображаемый друг Беллы. И скоро мы будем заводить с ней детишек. И посмотрим, как это вообще всё будет наследоваться. Кстати, в такой паре не могут родиться люди. В такой паре могут родиться только рыболюди, либо воображаемые друзья. Но чем больше рыболюдей, ребята, поверьте мне, тем лучше. А чего все на третий этаж побежали? Так, они играют, получается, в салочки. Какие молодцы! Майя играет со своими детьми. Несмотря на то, что у неё большая грусть, она всё равно посвящает время своим детям. Это очень мило. Кать, тебе, наверное, стоит что-нибудь поесть. У нас, скорее всего, остался торт. У нас целых три торта в холодильнике. Поэтому давай съедай это всё и отправляйся заниматься научными исследованиями. Исследовать зелье. Лин всё ещё дрыхнет, потому что ночью ей мешали спать. Пускай она видит во сне, что она член королевской семьи. Дети это любят. Кстати, я забыл кое-что купить. Нам ещё понадобится сундук, где дети смогут играться. Сундук мечтателя с костюмами. Мне кажется, это прикольная вещь, которая пришла вместе с дополнением все возрасты. Какой ужас! Лин видит уже не сон, а настоящий кошмар. Вы знали вообще, что дети могут видеть сны, а ещё и кошмары? У вас когда-нибудь был сон и паралич? У меня, например, было где-то два раза, и это ужасное чувство. Когда твой мозг просыпается, а тела нет, и ты не можешь двигаться. Ты можешь только двигать глазами, и всё. Хочется закричать или что-нибудь сделать, но у тебя не получается. Такая безвыходная ситуация. А самое ужасное, это то, что тебе начинает ещё что-то мерещиться. Какие-то чудовища, ужасные противные звуки. У кого такое было? О-о-о, увы, Кай не может исследовать зелье, но не останавливайтесь, наука любит упорных. Боже, Кай, что с тобой случилось? Иди, пожалуйста, быстренько прими душ, всё в одном, и всё будет хорошо. Лин уже просыпается, иди отправься, поешь свой тортик. Конечно, питаться одними тортиками это такое себе, но... А хотя есть осенний салат, который готовил Бен, поэтому поешь лучше осенний салат. Это будет намного полезнее. И вот, кстати, посмотрите, у Лин сейчас тоже будет медленно повышаться, потому что она русалка. Ей лучше питаться именно ламинарий. Я не знаю, почему они даже школьникам-русалкам понизили питание, потому что школьники-русалки не могут питаться рыбой. Они могут питаться только ламинарией, получается. А вот такая еда восполняет очень мало питания. Почему здесь нету такой функции, чтобы половину передать предметов другому персонажу? Почему я должен вот так по одному передавать эту ламинарию? Кстати, насчёт Бена. Нам нужно сегодня его похоронить где-нибудь на кладбище. Я не хочу оставлять его урну дома. Это не то, что мне нужно. Нам не нужны никакие призраки. Мы лучше сегодня отправимся на кладбище и похороним Бена. Допустим, здесь у нас древнее кладбище. Но тут похоронены какие-то необычные люди. Кстати, можно было бы поставить могилу Бена вот сюда. В этом городе целых два кладбища. И давайте посмотрим вот на это. Это уже кладбище побольше. Давайте мы поставим могилу Бена вот сюда вместо этой декорации. Бен теперь будет похоронен прямо здесь. Вот он, ребята, основатель нашей династии. Конечно, жаль, что у него такая маленькая могила. Но у Бена просто не было, блин, лишних 100 тысяч баллов, чтобы иметь вот такую классную могилу. Здесь покоится Бен Юман, который дал надежду человечеству. К сожалению, больше не печатается. Блин, да что ж такое? Давайте напишем тогда по-другому. Здесь покоится Бен Юман, он дал надежду людям. О, вот так намного лучше. Покойся с миром, Бен. Кстати, ребята, Майя сегодня отмечает день рождения. Придется купить еще один торт и отпраздновать его. Майя теперь становится взрослой русалкой. Кстати, когда Мия уже постареет? Думаю, что скоро. Надеюсь, что Мия успеет воспитать детей до хотя бы подросткового возраста. Майя с днем рождения. Майя теперь по-настоящему взрослая. Интересно, будет ли у нее кризис среднего возраста? Было бы интересно, но, увы, кажется, ничего подобного с ней не случилось. Боже, они весь день плачут, все подряд. Они так сильно любили Бена, что не могут смириться с тем, что его больше нет. Я знаю, что многие из вас даже пустили слезу, когда смотрели предыдущую серию. И это очень мило, ребята, что вы так переживаете за героев. Боже, я так испугался. Я думаю, кто это такой вообще пришел к нам? А это, оказывается, Лин, которая переоделась в космонавта. И еще некоторые писали, что когда мы не видели воображаемого друга, типа, это не было багом. Ребята, это баг, потому что взрослые могут видеть неоживленного воображаемого друга. Посмотрите, Майя его видит. Знаете, что самое ужасное? Майя не сможет покинуть свой дом где-то три дня, так как там все время вылезает оповещение о том, что нужно вызвать няню. Вы что, оставите детей одних? Поэтому придется Майе все время находиться дома, пока наш Райан не станет старше. Надеюсь, что школьников можно будет оставить дома. И наша Лин, космонавтка, рисует очень непонятную картинку. Не знаю, что это. Может быть, это девочка какая-то? Эврика. Кай узнает, как приготовить зелье ужаса. Да, ребята, я был прав. Это девочка. Я примерно рисую так же. Как мне кажется, что рисование это некий талант. Потому что сколько бы я ни пытался, у меня ничего не получается. Только какие-то каракули. Как вы считаете, является ли это талантом или этому можно научиться? Райан Юмэн в восторге и Белла становится его любимой игрушкой. Интересно, что произойдет, если он и дальше будет играться с этой игрушкой? Как быстро он повысил с ней отношения? Это так круто. Может быть, он реально заведет вместе с ней детей, потому что, ну, они очень близки. Тем более, пока Райан вырастет, Кай, наверное, найдет уже себе какую-нибудь русалочку. Он бы мог вырастить с помощью экспериментов какого-нибудь Растамана, но, увы, с ними нельзя заводить детей. Может быть, Мия уже родила? Давайте посмотрим. И Мия все еще почему-то не родила ребенка. Очень странно. Надеюсь, что она беременна. Кай у нас ложится позже всех. Прямо в 6 утра он всю ночь экспериментировал. И будет спать он, конечно, на втором этаже в своей двухъярусной кровати. Я стараюсь всегда строить мебель, выбирать одежду под любимый цвет персонажей. Смотрите, как у русалок восполняется питание благодаря ламинарии. Намного быстрее, чем какой-то торт. Бен счастливый отец новорожденного мальчика. Мия дает малышу имя Кейси. Вау, ребята, у Бен родился еще один только мальчик. К сожалению, это не двойняшки, не тройняшки. У нас теперь целых 6 рыболюдей. Да, это, конечно, здорово, но они все являются сводными братьями и сестрами. То есть это родственники, и между ними никакой связи быть и не может. Кстати, кто не знал, то они являются единокровными братьями и сестрами. Потому что у них один и тот же отец. Если бы у них была одна и та же мать, то они бы назывались единоутробными. Немножко изучаем генетику вместе с Армунькой. Я это, конечно, узнал благодаря великим генетикам в комментариях. Мертвая подъем. Если вы недавно потеряли кого-то из близких, принесите прах в научный институт, чтобы воскресить призрака усопшего. Научный институт проводит испытания. Какие нафиг испытания? Научный институт уже давным-давно не работает. Так что, конечно, я отказываюсь от этого предложения. Конечно, оно неплохое, но такого быть не может. Бен умер. И, пожалуйста, игра, смирись с этим. Кстати, а детям можно уже купить награду Русалка навсегда? Нет, видимо, только тогда, когда они станут подростками. Но все равно мы не будем покупать эту награду нашей Лин, так как она сама решит, будет ли она ходить с хвостом или без хвоста. Там ей понадобится где-то два дня не погружаться в морскую воду, и хвост исчезнет. Но хвост это, конечно, полезная штука. Допустим, даже Кай может себе его отрастить, если захочет. Или, допустим, Райан. Потому что в них есть Русалочеген. Ребята, посмотрите, кто плывет возле нашего плавучего дома. Это Кракен. Кракен, вот это чудовище. Очень большой. Мы впервые его увидели за столько серий. Кстати, ребят, благодаря моду Enras Error Trap нам исправили баг, с которым мы не могли общаться с Тоддлерами. Теперь такое действие есть. Все, Райан теперь всему научился. И давайте посмотрим, какую картину нарисовала Лин. Что это такое? Это какой-то мистер Огурец? Или кто это, ребята? Как вы думаете? Пишите в комментариях, на что это похоже. Кажется, у Лин нету таланта художника. Но будем пытаться дальше рисовать. А у нас тем временем уже наступила весна. Поэтому опять будут очень часто проходить дожди. Так как Майя не может никуда уплывать, пока Райан еще не вырос. Мы можем просто рыбачить из нашего плавучего дома. У нее, ребята, десятый уровень навык рыбной ловли. А вот о чем я и говорил. Теперь Майе придется все это чинить, потому что Бена нету. Новые баги Симс 3. Наша Лин застряла. Она почему-то решила выйти не в эту сторону, а прямо в стену. И как ты собираешься теперь отсюда выбираться? М? Как ты отсюда выберешься, Лин? И почему она вообще не упала? Почему она в воздухе стоит? Давайте мы отправимся куда-нибудь в путешествие. Я бы хотел открыть какой-нибудь тайный остров, потому что мы еще ни разу этого не делали. Скорее всего, вот этот открывается, когда к нему просто подплываешь. Переместить плавучий дом сюда. Да, возможно в будущем здесь у нас будет какой-нибудь курорт, или мы можем туда переехать. Кстати, ребят, теперь мы можем переехать даже в центр города, потому что Бена больше нет, а он не хотел находиться в городе. А вот Майя и дети могут сюда переехать и начать осваиваться тут. Но я пока что насчет этого думаю. Даже дети русалки получают положительный мудлет от дождя, промокшая. Хоть у них и нет увлажнения. Я этого не знал. Я еще задумываюсь над тем, чтобы завести Майя еще ребенка, но уже с Тритоном. Как вы думаете, ребята, стоит ли так сделать? Мне будет интересно узнать ваше мнение, потому что нам нужно больше детей и больше русалок. Получается, если у них вместе с Тритоном появится ребенок, то этот же ребенок может вырасти и потом завести детей вместе с детьми Мии. Все равно скоро все дети станут старше и Майя вместе с Тритоном могут воспитывать новых детей. Над этим, конечно, стоит хорошенько подумать. Лин очень любит переодеваться в какие-то костюмы. Вчера она была космонавтом, а сегодня уже динозаврик. Давайте посмотрим, как она играет в костюме динозавра. Мне кажется, это будет забавно. Давай покажи нам, как делает динозавр. Там опять взорвался наш Кай. Мне очень нравится дополнение Sims 3 все возрасты, потому что здесь столько разных взаимодействий между детьми, подростками, даже стариками. Сегодня Райан отмечает день рождения. Мы дожили до этого дня и посмотрим, на кого же он там больше похож. Лин, пообщайся со своим братиком. Играть в прятки или покормить, обнять даже можно. Я хочу на это посмотреть. Наверное, это будет супер мило. И, кстати, неужели он сам встал на ноги? То есть, такое действие доступно только тогда, когда вы обучили Тоддлера ходьбе или оно доступно всегда. Потому что, ну, вряд ли Тоддлер, который не умеет ходить, смог бы встать на ноги. Блин, это очень классно. Посмотрите, они обнимаются. Очень милое действие. Есть еще уникальное действие. Это играть в прятки. Ну-ка, покажи-ка. Типа, ку-ку. Реально круто, что разработчики добавили такие взаимодействия между детьми. А самое главное, что школьники могут помочь вам со воспитанием и покормить ребенка. Райан уже задувает свечки. У нас снова день рождения. У нас просто день рождения почти каждую серию, каждый день. Но это, конечно, круто. Это интересно. И давай, задувай свечки. Давайте я, наверное, сам ему выберу эту черту характера. Чудаковатый персонаж отличается нестандартным мышлением и умеет изобретать совершенно потрясающие штуковины. Неуклюжий, добрый, чудаковатый. Вот такой у нас вырос Райан. У него внешность и Бена, и Майи. Поставь лайк и подпишись на мой канал. Включи колокольчик. С вами был Мустер Армоника. Всем пока.